Партнер программы Украинская биржа Партнер программы Украинской биржи Партнер программы Украинской биржи Партнер программы Украинской биржи Партнер программы Украинской биржи и, как так называется, они хеджированы. То есть, если вдруг цена на золото упала, то они всегда могут продать золото по определенной цене. Вы предполагаете, что рынок будет корректироваться и индекс может снизиться. Вместо того, чтобы распродавать весь свой портфель, сидеть в деньгах и ждать, пока акции достаточно подешевеют, чтобы потом их опять купить, вы можете этого не делать. Вы можете просто заключить несколько контрактов на продажу индекса. И таким образом, если рынок развернется и начнет падать, да, ваш портфель акций подешевеет, но вы то, что потеряете на акциях, вы заработаете на срочном рынке. В Украине хеджирование стало доступным после появления срочного рынка. Теперь инвесторы, имеющие портфель акций, могут застраховаться от возможного падения рынка продажи фьючерсов на индекс украинской биржи. Управление рисками – это, наверное, самое главное. Это даже главнее, чем точки входа в позицию, это главнее, чем выбор акций. Это один из самых главных принципов, на которых базируется успешно инвестировать. Риском необходимо управлять. У нас до последнего времени на фондовом рынке, на рынке акций, достаточно тяжело было страховать свой риск. С появлением фьючерса это сделать достаточно легко. Если рынок действительно упадет, вы будете довольны. Вот, отлично, я продал этот фьючерс на индекс. Он за счет того, что индекс пошел вниз, я на нем заработал. Ист как бы этим отыграл падение своего портфеля, которое было бы в другом случае, если просто рынок упал. Но если рынок пойдет выше, то тогда ваш портфель первоначально будет зарабатывать деньги, а на фьючерсе, которым вы хеджируете, у вас будет собираться убыток. Это может как бы не понравиться, но в этом и есть суть хеджирования. То есть идет просто закрепление, обезрискивание текущего положения дела. Механизм хеджирования очевидно прост, однако на первых порах лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Ваш брокер поможет определить момент входа, необходимый размер позиции по фьючерсу и проконсультировать по всем возможным вопросам. Для начинающих игроков это будет крайне тяжело. Это естественно, потому что очень много нюансов. То есть, в принципе, надо неплохо для начала знать математику, чтобы просто просчитать элементарные цифры. Обычно хеджируются или фьючерсами, или опционами. Но это более сложные продукты, поэтому, в принципе, для начинающих людей я не рекомендовал бы очень агрессивно этим заниматься. Итак, хеджирование – это инструмент снижения инвестиционных рисков. Хеджировать свои позиции в акциях можно во всех случаях, когда вы ожидаете снижения цен или просто не уверены в текущей ситуации на рынке. Вы боитесь, что сейчас рынок входит в какой-то период волатильности, ожидается там, допустим, различная отчетность на развитых рынках, которая может рынок наш украинский куда-то толкнуть. То есть, если есть неопределенность, которая для кого-то видна по графикам, что график, допустим, технический анализ не показывает четкого направления, или для человека, который смотрит на фундаментальные факторы, он не видит четких трендов в прибыли компании или в мультипликаторах, как они оценены. Ну вот в ситуациях такой неопределенности, пожалуй, именно тогда хеджирование имеет смысл. Точку не ставим. Тема следующего выпуска биржевой азбуки – «Тренд или коррекция? Признаки разворота?» Не пропустите. Партнер программы – «Украинская биржа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова